Добрый день, друзья! Сегодня конница тест-драйва. Начнёт такой маленький минус тест по поводу реального пробега Toyota Penrith с длительным 2,5 литра. Мы погоняем его в четырёх разных режимах. Это трасса 100 км в час на большом расстоянии. Трасса 140 км в час. Посмотрим, насколько увеличится расход топлива. И по городу, как езжу я в режиме пенсионера и как ездят люди, уже вдавля на гашетку на полную. Я так думаю, весь этот мини-тест посвящается тому вопросу, на что я думаю, что один из основных факторов при выборе и покупке автомобиля Это идёт, конечно же, сколько будет потреблять топлива данный автомобиль и на сколько будет трудить ваш семейный бюджет. Поэтому давайте, ну, проедемся и посмотрим. Сегодня мы решили проехаться по трассе. Значит, после заправки мы проехали 36 минут со средней скоростью 91 км в час. Запас хода у нас остался 579. Это после заливки полного бака. А теперь смотрим на расход. Значит, режим на круиз-контроле у нас машина стоит 100 км в час по трассе и 70 в населённых пунктах. Опять же, средняя скорость 91 км в час. И мы наблюдаем расход автомобиля, который уже прошёл обкатку. Это 6,9 литров на 100 км. Заправлена машина обычным 95-м бензином. Ни премиум, ни какой там, ни евро. Вот именно такой обычный 95-й. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю расход при 100 км очень нормальный. Обратно... А, ещё хочу отметить то, что дорога у нас тоже положительно влияет на расход топлива. Это две полосы в одну сторону, как вы видите. Поэтому каких-то обгонов по встречкам, где нужны обороты двигателя, у нас нет. Вот. И дорога с очень хорошим дорожным покрытием. Обратно мы попробуем ехать со скоростью 140 км в час. И посмотрим, обнулим данные компьютера. И посмотрим, сколько у нас будет расход при скорости 140 км. Итак, мы поставили круиз на 140 км в час. Двигаемся по той же самой трассе обратно на протяжении 50 км. Расход у нас увеличился до 8,7 литров на 100 км. Как вы видите. Значит, у нас жертвуем мы 1,8 литра с увеличением скорости 40 км в час. АЗС та же самая, бензин тот же самый. Итак, сегодня мы попробуем... Сейчас обнуляем компьютер. Сделали сброс. И теперь попробуем проехать километров 100 по городу в таком экономном режиме. Посмотрим, сколько машинка съест в режиме пробок, города и светофоров. Ну и через 100 км включим и посмотрим. А в следующий раз мы попробуем уже проехать более динамично, как говорится, на всю катушку. И сравним расход топлива в экономном режиме и в максимальном режиме, что можно выжимать в городском цикле. Так, что мы видим? Значит, мы проехали... Сегодня у нас будний день. Мы проехали где-то по городу в районе 60 км. Средний расход у нас показывают 9,1 литра. Но сразу хочу поправить, что сегодня хоть и будний день, но что-то трафик у нас такой не сильно загруженный город. Но были и светофоры, в принципе. Но, опять же, повторюсь, это мы ехали. Я ехал в экономном режиме, не сильно стартовал с места и не сильно давил на гашетку, как говорится. И скоростной режим был не более 70 км в час. Завтра мы попробуем повторить такой же эксперимент, но поиграем немножко в шашки. Будем выкручивать двигатель там до 4000. Будем делать вид, что мы опаздываем, например, на поезд или на самолет. Посмотрим, что будет завтра. Итак, друзья, сегодня мы проехали где-то 130 км в максимальном режиме. И расход у нас появился 12,4 литра. Поэтому, я думаю, тут каждого принимать решение. Этот автомобиль, в принципе, может быть как относительно экономным для его размеров, так и проглотом. Потому что вот 12,5 даже уже на холостых переплюнуло. 12,5 литра – это максимальный расход, который в городе при хорошей быстрой езде у меня получился. Больше не выходит. Смотрите наши дальнейшие тесты продолжения Toyota и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова